Всем салют, друзья! Это Красава и я в Монако! После чемпионата мира его трансферы и европейский клуб обсуждали не меньше, чем бомбовое выступление нашей сборной. Александр Головин, сегодня гость моей программы и самый ожидаемый герой, судя по вашим комментариям. Погнали! Сколько раз ты думал, какого хера я сюда приехал? Уууу, штальку попал! Ну, чертесов у нас, у меня конкурсы. Наш человек из Колтана играет за сборную России. Бонжур и тут, все красава, все бен блогер. Красава! Сегодня воскресенье, вы даже не представляете, какая в городе царит атмосфера релакса. Никто ничего не делает, никто никуда не спешит. Только дорогие тачки ездят постоянно. Такое количество ламборгини и феррари я не видел никогда. Поэтому я просто еду на стадион. Вот такой вот скромный фаншоп у Монако возле стадиона. Никаких глобальных, огромных магазинов. Нет, просто четко палаточка стоит, все, можно купить футболку. Посмотрите, кого я увидел на фургоне, на плакате. Наш голова. Кстати, Сань, я тебе могу отдать, поносить крикуху угол головы. Но для этого нужно галешник забить головой, бро. До матча полчаса, поэтому не изменяя традиции, мы купим футболку Саши Головина. И, конечно же, в конце программы он сам ее вам разыграет. Короче, все как всегда, в этом плане ничего не меняется. Я, кстати, еще вычитал, что сейчас у Монако поменялся титульный спонсор. И футболки продают в два раза дешевле. Пацаны, безобидно я на вас сэкономлю, хорошо? Лазурный берег, здесь надо экономить. Тилиманс, да? Короче, из Тилиманса и других фамилий собирают фамилию Головина, потому что очень популярная футболка. Уже не осталось просто наклеек с фамилией Головин. Чуть-чуть ее витечить, чуть-чуть Фабрегаса, чуть-чуть Тилиманса и получается Головин. Ну что, пора бежать в кассу за билетом и идти на матч. Кому-то из вас достанется вот эта суперэксклюзивная футболка. Мало того, что на ней подпишется Александр Головин, так еще она собрана из троих футболистов. Это вообще суперэксклюзив, и кто-то из вас ее получит. Все, погнали на матч. Все, четенько, билетик есть. Монако против Канн, я готов к футболу. Стадион старый, конечно, ну и второй. Сейчас я вам все покажу изнутри. Так, отдышка есть, надо заканчивать. Пить вино и пью. Да, вот это моментище сейчас было, а. После первого тайма счет 1-0. К сожалению, Монако проигрывает. Посмотрите, какой вид. Просто красотища. Гора, поле. Посмотрите, сколько болельщиков у Монако. Фанатов, наверное, человек 70 всего. Голова отдал передачу. Отличный момент. Это аплодирует как раз таки ему. Вот это моментище. Братак просто чудо сотворил. Монако давит огонь. У-у-у-у. Штангу попал. Так, ну что, пора забивать. Головин штрафной. Давай, голова, подача. Во! Ну! Как так? Просто невероятный сцепь. Слушайте, сколько моментов уже у Монако было, а? Сейчас будет штрафный удар примерно с той точки, как Асанин забил в Саудовской Аравии. Посмотрим, доверяют ли ему в Монако бить такие штрафные удары. Нет, по-моему, мяч в руках у Фалькао. Нет, Фалькао к нам не приехал, и Фалькао не забил только что Голешник. Лучше бы Головин пробил. Если честно, я не знаю, что еще нужно Монако, чтобы забить гол. Все, ребятки, счет 1-0, к сожалению, Монако проигрывает. Саня Головин не забивает гол, но он очень старался. Прервалась моя удачная серия. Видимо, на Монако в этом сезоне вообще ничего не действует. Надеюсь, завтра у Сани будет нормальное настроение, или хотя бы более-менее. Ребятки, всем доброе утро! Город Монако оживился. Посмотрите, народ на работу идет. Это невероятно, я думал, здесь все только отдыхают. Ну, а я бегу навстречу к Саше Головину. Надеюсь, у него бодрое настроение, и мы сегодня запишем к очень крутой день и очень крутой выпуск. Придется похулиганить. Я думаю, что в Монако люди не привыкли, когда дорогу перебегают без пешеходного перехода. Молодежь, с меня не берите пример, я просто опаздываю. Да ладно, бро! Да ну нафиг, это серьезно ты! Привет, чемпион! А багажник тут есть вообще в этой тачке? Не, вы видели, на чем звезда европейского футбола ездит? Слушай, офигеть, это круто, это круто, блин, это вообще бум. Я чего угодно ожидал, видишь? Тут все на Бентли, на Феррари, как минимум на, не знаю, на Порошаках 911, а ты на Смарте. Иногда легче вот такой здесь погадаться, после игр, там, лофт, спешка, да. У меня есть почему машина тоже нормальных размеров. Так, что за тачка? Давай, выдавай секрет. ССС, Е-класс, как у Зины. А, как у Зины, да? Да. Лео Слуцкий у меня в выпуске говорил, что вы каждый день созваниваетесь, обсуждаете матчи. Он вчера звонил тебе? Мне не звонил, но он не после игры, там, на следующий день звонит, там, через дня два-три. То есть вы обсуждаете моменты какие-то? Ну да, он там говорит по игре, но в основном сам спрашивает, там, как сам видел. Потом сам что-то может сказать. Я заходил сегодня утром в мессенджер, ну, обычно я просто рано просыпаюсь, чтобы подготовиться. А я видел, что ты был еще в 3 часа 24 минуты в одном из мессенджера. Почему не спал? Что делал? После игр всегда так, не спешим. Что ты делаешь в это время? Смотришь матчи? Ну, иногда смотрю просто фильм, там, что-то, иногда игра просто. Иногда ничего не делаю. Компьютерные игры? Кто-то твой самый большой кореш в команде? Да, не знаю, наверное, Хиарикс, Байер. Может, знаешь? Да, конечно, я чуть-чуть смотрю фильм. Я, кстати, из отеля сейчас, когда выписывался, у меня, типа, фамилию спросили. Я вам показываю футболку с твоей фамилией, говорю, вот моя фамилия. Так что, братишка, если тебе за 7 банок пива чипсы на ночь придет счет, извини, Вроперт, придется оплачивать. Фабрикас когда-то кидал в лицо пиццу Фергусу. Да, читал. Он как себя здесь ведет, нормально? Нет, здесь вообще, наверное, один из самых спокойных, добрых. Не знаю, я когда сам почитал, не поверил, что это он. Тем более Фергусу, да, такого-то мастера. Да, он молодой был, офигеть. Представляешь, если бы ты в 22 года кинул в лицо слуцкому пиццу, что было бы как бы? Закончил. Закончил? Да, мне кажется, Викторич, тебе бы все бросил. Кто, короче, Фалькао или Фабрикас на тренировках? Фалькао в основном, так что у него такого прям крутого, это он завершает атаки. Почти все, что не завершение, все было, вообще все. Даже где уже ты не веришь, что можно забить отсюда или просто забивать. А Фабрикас очень умеется, были лист. Мячин теряется в квадрате почти. Когда играешь, там, к этому заходят почти всегда. Фабрикас, ну, там, больше мне у него приходится учиться, чем у Фалькао. Вот так смотришь, и тоже чему делаешь, что таких фабрикасов. Самая дичь, с которой ты столкнулся в Монако, ну, которую ты вообще не мог понять. Что здесь до 13.30, допустим, рестораны все закрываются. И только ты сможешь покушать вообще в ресторане, если не дома, то в 7.30 вообще раз. То есть ты никуда не можешь сходить поесть. Красава! Скоро в финал Лиги Европы у Ефа будет много красивых галов. Забей свой гол и выиграй поездку на финал Лиги Европы в Баку. Эти парни помогут мне продемонстрировать, как забивать голы, даже если рядом нет футбольных ворот. И поддержат мой телефон, пока я забиваю свой первый гол. Правда, парни? Да! Итак, гол нужно забить в багажник автомобиля. Я выбрал Киэспортиш, заряженный футболом, поэтому вы увидите заряженный гол. Погнали! Вы все видели, как это делается? Записывай видео, выставляй в инстаграм с хэштегом «Автоголдчеллендж» и не упусти свой шанс выиграть поездку на финал Лиги Европы у Ефа от Киев. Пока! Я знаю, что у вас в раздевалке Раджи самый веселый чувак. Да, да, да. Ну, он в стиле на бабкину шутил. Так, на бабкину и стиль? Да. Когда я был молодой, ну, вообще, еще вот только пришел в ЦСКА первую команду, он шутил, что зайди к тренеру, тебя тренер сдает, если ты пришел к тренеру. Я заходил, он мне говорит, что ты пришел? Я говорю, вы же меня звали, он где я не звал тебя? Он как над всеми шутил, это в таком стиле только по своему языку. У кого лучше юмор, у Раджи или у Васи Березуцкого? У Васи. У Васи, да? Да. А я так понимаю, сейчас у тебя восстановительная тренировка будет, да? Ну, да, она будет не особо недолгая. Это правда, что на базе у Вас запрещают снимать вообще все? Да, да, это правда. У меня, кстати, на канале все жалуются. Ну, вот, чувак, амон, ты показываешь одно и то же. Ну, база, ну вот, блин, ребята, цените, потому что на базу попасть очень сложно. Пацаня не даст соврать, это вообще, это... Да, даже свой канал клубный не пускают. Серьезно, даже канал? Да. Свой клубный? Офигеть. Сейчас я покажу. Очень красиво. Я вообще не представляю, вот в такой красоте яхты, тачки, солнце. Вообще реально играть в футбол? Как-то нет такого ослабления. Но особо на меня там не влияет солнце, что ли. Я слышал такую фразу руководства Монако, что они подбирают сюда людей с правильным менталитетом. То есть кайфариков они не берут. Ну, да, потому что здесь можно быстро податься за всем этим. Просто чума. Да, хорошо, что меня в Монако не взяли в свое время. Из томской Томи. Я бы здесь точно закайфовал, бы с ума сошел. В смысле Брабус? Что, тюнингоны у тебя? Ну, это друг, да, он здесь живет. Я же ее не покупал. А-а-а. Кто на гелике на этом? Брабус гелик, Бенальев, вратарь второй. После Субашича. Ты, кстати, говорил, что Субашич знал, что Федя Смолов будет черпачком бить. Да, он сказал, что, скорее всего, догадывался. Откуда он знал? Он просто сказал, что догадывался. Не прям точно знал, а догадывался, что кто-то из ваших гейт ударит так. Первая мысль, когда Федя не забил. Да я особо ничего такого не думал, что что ты делаешь, как многие на стране. Я к этому нормально отношусь. Он такое решение принял, не повезло вратаре. Тем более, он вроде подсечку, как я понял, хотел посередине сделать. Сделал угол, и он упал туда. Черышев в моем выпуске с ним говорил, что успех сборной был в том, что Саламыч всех настраивал минимум на финал. Да. Ты можешь объяснить, в чем феномен сборной? Почему сборная так выстрелила? Ведь никто не верил. Ну, вот как раз, наверное, в этом и был смысл. То, что тренер верил, и все футболисты поверили. Реально я сам верил, что мы готовы дойти до финала. Мы очень сильно готовились. После сезона, в основном, даже почти не отдыхали. И прям хорошую предсезонку провели такую. Что, как будто после месяца отдыха, можно сказать. В такой форме там был каждый, что физически именно, что мы могли бегать. Мне казалось, что две игры, не одно, а две. Ну, если все две игры могли бегать, то ты мог три игры бегать. Это по-любому. Ну, как-то было. То есть вас от машины еще довозят на этом, да? А ничего, что у него тачка больше, чем у тебя сейчас? На которой ты приехал. Тут вишни, сколько с тобой больше. Бонжун! Я знаю, что сейчас реконструкция базы идет. То есть, получается, на месте старой базы будет новая, да? Да. Сказали два года, я так понял. Точно вообще ничего не знаю, но вроде через два года должно быть готово. Где круче базы, здесь или в Ватутинках? В Ватутинках, конечно, была такси база. Старенькая. Поэтому здесь, да. Ну, здесь, честно сказать, что не прям какая-то суперновая. Вот я смотрел тех же Манчестер-Сити, там вообще прям топ. Топ, да. Ну, а если вот, которая здесь будет новая, то я думаю, что может даже будет лучше. Чем у Сити, да? Да. Здесь русское руководство. Как часто ты видел боссов? Приезжал президент, разговаривали. Он даже во многом, я скажу, что помогал мне там в адаптации, там вызывал меня, спрашивал, как дела, там, и как освоился, там, нужна ли помощь. Тем более, когда травма получилась сначала, там, такой эмоциональный фон не очень был, такой хороший. И там много общались. Это ты про рыболовлю? Да. И Васильев тоже. А куда они идут, кстати, там заход на поле? Да, ну, там переодеваешься и завтракаешь. Кстати, про завтрак. У вас так же, как Манчестер-Сити, ты должен обязательно есть, да? То есть дома ты вообще не готовишь, там, не завтракаешь. Нет, ну, ты должен здесь позавтракать обязательно, обедать как хочешь. А, то есть только завтрак, да? Запрещают снимать? Да. Ну, все, тогда что? Вот так вот, ребята, смотрите предыдущие выпуски базы. Так, ну что, бро, иди, давай, после трёхки увидимся. Ладно. Надо тебе ключи от машины, если что, ну, просто там... Брат, это опасно. Окей, у меня есть смарт. Фильм? Да. Здесь? Окей, окей, все, снимать запрещают. Так, ну что, ребятки, ночь без сна. Три перелёта, пять часовых поясов, и я из Монако пригнал в Новокузнецк. Но это ещё не всё. Чтобы добраться до Колтана, города, где вырос Александр Головин, нужно сесть на легендарный 103-й автобус и проехать 43 минуты. Почему легендарный? Потому что Саня не раз рассказывал, что, чтобы сесть на хорошее место в этом автобусе, зачастую были драки в его детстве. Короче, чувствую, самое интересное только начинается. Ну что, едем в Колтан! А вы знаете такого фобоиста Саши Головина? Рост следит моего соседа. Серьёзно? Круто! Оплачивать на вокзале или здесь? Нет. А сколько стоит билет? 70. 70 что, рублей что ли? Вообще так дёшево. А что? Ну можно баксу. Куда едешь? К Колтан. Ты зачем ты всё снимаешь? Нет, влог свой. Какая главная достопримечательность Колтана? Её там нет. Спасибо. Вот он, Колтан, роль второго плана. Короче, Наташка будет прям не как Майкл Джексон. Всё, давай, Наташка, пока. Красава. Да, друзья, это Колтан-Сити! А вы не подскажете, где стадион? Прямо. Ну вот скажите, вот коротко, жизнь в Колтане, она какая? Скоротичная. А ещё скажите, достопримечательность какая-нибудь есть, кроме стадиона? Птички поют. Вот он, стадион энергетики. Именно здесь начинал играть в футбол Саши Головин. Что вы хотели, друзья? Это Сибирь. Поле пока ещё не готово, снег тает. В принципе, что, при большом желании сыграть в футбол можно. Если вы жалуетесь, сидя на диване, что у вас всё плохо, вот, посмотрите, с такой поляны, там, где тает снег, тоже можно выбиться в европейский футбол. Главное, не киснуть и много работать. Да, интересно, как часто Саня вспоминает это поле. Вон, видите, розовый зал. Вот там тренирует, и там тренировался тоже Саша. Сейчас там тренирует его первый детский тренер. Парни, привет. Красава. О, да ладно, вы что, знаете всё? Да. Очень приятно познакомиться с меня за улучшением. Александр Ильич, ворота. Все, ворота. Слава, молодая. Маленьких манишек нет, поэтому одна команда снимает футболки, чтобы не путаться с другой. Бей. Бей. Молодец. Быши. Давай. Подтягивай. Веди удобный мяч. А что, давай? Перед на небо. Дима, играй. Испеши. Молодец. Да. Как головин ворота Саудовской Аравии. Вы видели, да? Секрет раскрыт. В этом зале всё тренировалось на самом-то деле. Захар. Почти, чем против. Вот здесь мяч метался. Ты должен был что сделать? Идти к ворота. Нет. Крикнуть «Я» и забрать мяч. Выигрывай, выигрывай, выигрывай. Двигай. А тебе-то мне казалось, что мы бы подогнуть всё. Всё домой, ребят. Мы не смогли залить в сервер. Глеб. Захар. Женя. Дима. Серёж. Руси. Да. Ну, поляна так себе. А что с ней случилось? Почему так себе? Она никакая. Плохо, да, всё? Конечно. Дренажа нет. Трава выродилась. Там уже болото натуральное. Прошлый год приезжал зам губернатора и решил посетить искусственное покрытие. Будем ждать. Я видел, кстати, там трещины. А почему трещины? А с теми трясения, да? Или нет? Нет. Здесь зимой у нас каток ледовый. Зима суровая была. Морозы были за 30, под 40 градусов. И промерзала поляна. Так, вообще-то, по идее, с хорошим полем не обращаются. Как часто приезжает Саша сюда? Два раза в год пока было так. То есть он постоянно здесь, да? То есть, несмотря где бы он ни играл, он постоянно возвращается домой, да? У него родители здесь, вон, в том доме живут. Много ребят с ним занималось здесь. И многие ребята занимались у вас. Есть у вас объяснение, почему только Головин? За счет чего Головин выбился наверх? Саша, он одаренный от природы. Он талантливый от природы. Бог ему дал эти качества. То есть он сразу был в порядке, да? Сразу в порядке был. Маленький мальчик, он же пытался обеими ногами играть и бить. Так что у него с этим... И самое главное, он командный игрок. Но и где нужно, он может сыграть сам, на себя взять игру. Но он вырос, а здесь в Колтане. И на этой поляне тренировался. И в этом зале не таком уж респектабельном. Что вы чувствовали, когда Головин в составе сборной России на чемпионате мира феерил? Слезы были? Все было. И чувство огромной радости и гордости. Он нас к этому приучил. Когда первый раз он попал в молодежку, наш человек из Колтана играет за сборную России. Неважно, молодежную, взрослую. У него мечта была с детства. Он хотел играть за один из ведущих клубов. Играть в сборную России. Эта мечта, он ее нес с собой. И он ее ради этой мечты все делал. Саша помогает лично вам и школе? Ну, конечно, и форумы покупал, и мечи покупал. И турнир на призы его имени проводится у нас уже третий год в Осинниках. Прошлый год у нас сам награждение было. Там вы видели бы, как светились глаза ребятишек, которые с ним все хотели сфотографироваться. Автограф взять у него. Саша интересовался Ювентус, Манчестер, Юнайтед. Вроде бы даже Маури не звонил. Насколько я знаю, ему и говорил, что я хочу тебя видеть. Монако и Челси. Какой выбор был бы правильным для него? Ну, насколько я помню, мечтал играть в одном испанский клуб. Дальше, когда там Слуцкий в Англии оказался. Это мое мнение. Мое. Я могу ошибиться. Да, что надо было идти в Челси. Да. Это правда, что у вас зарплата 55 тысяч? Если да, из чего она состоит? Потому что, ну, мне кажется, для Колтана это достаточно много. Для Колтана, может, и много. Но я считаю, не такая же большая зарплата, если я работаю с утра до вечера и пять групп тренирую. Вам ЦСКА компенсировал за переход Саши в Монако? Как бы компенсация? Ну, по-моему, уже они должны, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю. Я, во-первых, законы плохо знаю. Во-вторых, мы ничем не связаны, никакими договорами, ничем. Футбольный клуб ЦСКА. Давайте, сделайте все красиво. Вы это умеете. Мы сейчас вот здесь можем утонуть, кстати. Да, легко. На конце они раскрыты. Очень. Колтан достаточно суровый город. Я просто тоже в Сибири вырос. Даже у меня половина ребят, с которыми я играл, кто-то либо отсидел, кто-то умер от героина. Были какие-то прям вообще грустные истории? Ни шкателок от перезадировки. То есть наркотики все-таки, да? А так, чтобы сказать, что поголовно все спиваются и колются, это, конечно, нет. Я знаю, что вы не так давно познакомились лично с Лео Слуцким. Леонид Викторович, респект. Он достаточно очень много сделал конкретно для Саши Горина. Три человека у вас из Колтана. Из Колтана. Поехали в Академии премьер-лиги, а кто-то вообще играет в Монако. У вас никогда не было желания, не знаю, уехать из Колтана в более серьезную Академию? То есть вы здесь дома, вы никуда не поймете? Это мой дом, я здесь родился, я здесь вырос. Я не классный патриотизм у меня, а то, что я просто не представляю, свою жизнь без Колтана. Он ничего не понимает, но это Монако Форево, да? Пополняет коллекцию моих охранников. Сейчас меня вот этот братишка отвезет на гольф-каре в ложу или там в кабинет журналистов, я не знаю, что Бяба пил кофе, пока Саня тренируется и восстанавливается после вчерашнего матча. Я так понимаю, этот дубль Монако тренируется? База уютная, компактная, но самое главное, ребят, вид просто колоссальный. Говорят, что самый лучший вид из баз, который есть. Опа! Как вы видите, вон там идут ремонтные работы, это как раз таки строится новая база, точнее реконструируется. Я читал, что когда Фабригас попал сюда, он офигел от того, что есть поле, а вокруг идет стройка. 55 миллионов евро вкладывают в эту базу, я думаю, что будет бомба. Но видите, Саня говорит, что будет вообще даже круче, чем у Сити. У пацанов идет тренировка, больше похоже на теннис-бол, с тренерами рубятся. Тренеры пока получше футболистов выглядят. Брат, ты с охранником что ли или кто это? Федераста! Как сказал? Федераста! На, 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 на! Федераста! 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 Даже во Франции ребята про меня слышали такие вещи. Спасибо, брат! Но чему, блин, Голова может научить своих одноклубников? Только ругательством. Что, погнали в город? Опа! Все, норм. Восстановление отличается в России от восстановления после игр во Франции? Тут просто больше уделяют внимание этому. В России только там массаж, лед сделаешь, дождей. А здесь еще? Всякие процедуры, типа нормотега, геймреди, шоковые, терапии, током, те же самые, вот здесь иголки тоже делают. Ну тут как бы заставляют это делать, в России там может и это не делать, а здесь проверяют. Ты мне скажи, куда мы приехали? Все, я туда не пустится, в Криво. А это обязательно, то есть это клуб прописывает, да, типа Криво процедуры? Ну, минут 10, 5 минут стоять, там одеться, раздеться, все. Она сказала, меня можно снимать, а все остальное снимать нельзя. Вот так вот у Мачестер Сити Криво сауна на базе, а пацаны из Монако ездят вот в такой вот шикарный отель, отель-спа, который находится возле легендарного казино. Обязательно нужно проходить физиопроцедуры, обязательно нужно восстанавливаться, обязательный завтрак и поэтому пацаны готовы играть на высоком уровне, намного больше матчей, чем у нас в России. Короче, мелочей не бывает, но в принципе это уже не новость. Сейчас я вам покажу вид и вы поймете все. Просто я в Монако первый раз, благодаря вам, потому что вы меня смотрите. И от этого вида я реально в шоке. Кстати, самая огромная яхта за моей спиной, это, если я не ошибаюсь, дильбар Алишера Усманова. Слушай, у кого самая крутая машина в команде? Плюс-минус есть хорошие, есть вензли, там есть вот такие ренджики, да? А Жордим на чем гоняет? Ну, Ягуар, джип такой. А вот наши, чуля. Бриллиантовая дорога, знакомьтесь, Монако, как камнями Сваровски все выложено. Короче, какие-то алкаши разбили бутылку, много бутылок, и потом сказали, что это типа Сваровски. Да, Монако, конечно, сумасшедший город. Надо друзей из Тобольска сюда прислать, чтобы они выковыривали ночью, пока зима. Мы в машину не ездим. Я вчера на игре был, и достаточно мало было людей. Здесь хоть раз был аншлаг при тебе? С Ницей был, ПСЖ был, Лига чемпионов, все матчи. С кем у вас самая принципиальная заруба? С Ницей, получается, да, соседи? Если сравнивать на российский манер, Монако-Ницца, это как что? ЦСКА-Спартак. ЦСКА-Спартак, то есть прям вообще огонь, да? Да, да, да. Самый крутой футболист во Франции, против которого ты играл? Самого крутого, наверное, не знаю, но понравился очень Бенарфа. Против него тяжело было реально. Он постоянно так хорошо мяч укрывал, обыгрывал. Мне показалось, что он бы мог играть там в Челсе, я не знаю, в Арсенале, где угодно. А ты играл уже против Мбаппе или нет? Против Мбаппе вот играл за ЦСКА, когда он был в Монако. Но он тогда еще выходил на минут 15-10 чуть, но ничего особенного в тот момент еще не было. Скоро у тебя матч против ПСЖ, ты как раз будешь рубиться против Мбаппе. Как ты считаешь, его вообще легально остановить как-нибудь возможно или нет? Или только застрелить? Будем пробовать. Если нет, стрелять придется. О, русская речь. Вот так вот. Я ему уже, естественно, прождусь вверх. Слушай, реально русский яти. Тут нет, сейчас. Успел же подружиться с кем-нибудь из русских? Как-то раз один раз зашел в какой-то магазин, путик, не помню какой, и там мне начали сразу, давай дадим номер, приходи, там сходим куда-нибудь, я понял, что... Меня предупреждали, что здесь особо не надо с русским дружить, они здесь странноватые, я как-то особо не... вообще ни с кем. Так, стадио. Стадио ВУИ. Первый и второго. Я могу выходить. А ну, хей. Собяние, я не знаю, это легенда всех, кто играли здесь. Манекены. Почти как в Зените. Будешь когда-нибудь здесь, как думаешь? Или уже уйдешь просто в другую команду? Не знаю, не знаю. Хотелось бы, конечно. Будем стараться. Чтоб Лени был тут здесь. Самым свежим быть. Вот тут тренироваться тоже. А это че-чее, это че сумки, например, скатчет Лени? Походу, да. По форме какая-то, не знаю. Здесь лед готовят. Здесь после игры обязательно ванны сольдом сидишь, чтобы тоже самое бочки взять в дом. Ага. Раздевалка. О, Майкл, аж мы повисли. Да ладно. Специально, да, знали, что мы придем? Наверное, да. Фалькау. Может, Фалькау разыграть? Ты тапки взял? Нет, с тобой с маски взял. Я был готов делать. Сейчас просто смотри, сейчас удивленное лицо при Саташе будет. Монако, он просто не понимает, что происходит. О, они мокрые еще? Мне еще до Москвы лететь в мокрых носках будет. Не, может носки снять. Да ладно, ага, ты что, тогда точно грибок придешь. Заряжаю тапки. Давай. В Черышевских я побегал. Так, все, смотри, единственное, Жордим говорил, что ты мало бьешь поворотом. Да, тоже сам согласен с этим. Да, смотри, поэтому, помимо того, что я эти тапки зарядил, ты еще должен больше бить поворотом, окей? Да. Кто заводила в команде по музыке в раздевалке? Вот он, сосед, мой седьмой номер. Чего он ставит, какую музыку? Ну, в основном, вот этот рэп американский, там, ну, на самом деле, все подряд он ставит. Он даже, как-то, что-то пошутил русскую какую-то, включил. Можешь вспомнить? Шагов назад, вот это. А, это меладзе, тихо, тихо, там, на пальцах. А ты и врубал когда-нибудь русское музло здесь? Да, включал, но они говорят, нет, невозможно слушать, мы ничего не понимаем, ритм где-то какой-то там. Говно? А что врубал? Тимоти включал, потом, Монатика включал. Так. Ну, ничего не понравилось. А ты никогда не врубал им рэп сына Слуцкого? Нет. А ты сам слушал? Нет, не разуй. Это вчерашняя установка была? Бро, ну, давай, раскрой, уже все, матч сыграли, проиграли, к сожалению. Давай рассказывай. Сюда забивать должны были. Это понятно, да, забили. Забили сюда, да. Ты, подожди, ты вот, ты кто? Нет. Ты вот здесь. Это я потом выиграл в опорной зоне, короче. Типа, ну, это на второй тайм уже, 4-2-3, день. Ух, ложи. А это как-то? Нет, карандаш вот здесь должен быть. Это специальный карандаш? Да. О, специальный. Да, ну, на ней рисуют, стирают, там, что-то такое. А в России же нет такого еще, я нигде не видел. Ну, в ЦСКА точно нет, в сборной тоже вроде. Это, кстати, вот, вот эта важная штука у нас есть, я удивился от нее. Короче, машина, смотри, наливается на воду, подключаешь в розетку, вот так, суешь бутсы, вот так одеваешь, закрываешь, воды набираешь, там, не знаю, 2-0-5 бутылки воды сливаешь, закрываешь, 10 минут у тебя бутсы, как будто ты вместе сыграл. Мягкий. Просто они у тебя распариваются, то есть, ну, тут много сразу, почти вся команда можешь насувать. 10 минут открываешь, и все, бутсы просто мягкие. То есть, это не как мы раньше, мы наливали кипяток. Да, ты же делаешь же так, да? Кипяток, потом на ногу, типа, чтобы ногти слезли. 10 минут, и просто бутсы у тебя, как разбитые все. Такого, кстати, даже в Сити, по-моему, нет. И на выезд берут всегда вот такой, на каждый выезд обязательно. Надо спросить, там, мне нужен в Монако чувак, который такую штуку будет таскать, а то я выбросил камеру, но переехал бы к вам. Какого массажа? Зина говорил, что в Сити каждые, там, 3 дня берут анализ слюны. У нас анализ слюны не берут, раз в месяц могут взять кровь там. Ну, кровь берут где-то 2 раза, раз в месяц. Ну, что, погнали на поле? Погнали. У вас, получается, Филипп Ляйн, этот титулный спонсор, да? Да, да, это вот сумку сделали, да, как спонсор. То есть, типа, прям, бесплатно дают? Ну, да. Как крыльцарку дают, там, вот, на эти таз, вот здесь тоже надо. Но, вообще, они надо мной ржут, что я хожу с рюкзаком. И одесса в команде, то есть, не уходят. А, почему? Ну, они все же ходят с барсетками, а надо мной ржут, что я спортселем. Я уже привык, мне так удобно. Старый стадион с легкоатлетическими дорожками еще. Мне вчера показалось, что поле очень мокрое было, ну, в смысле, рыхлое. Там кусок вырвали. Кусок вырвали, да, но там чудаки в шестерках, конечно, поэтому вырвали. Вы вчера проиграли команде, которая была на последнем месте. Вот, если сравнивать с Россией, то есть, здесь вот последнее место и первое место. Большая разница во Франции? Ну, только если ПСЖ брать и другие команды. Все остальные... Более-менее равные, да? ...тоже. В Монако большую часть сезона находится внизу турнирной таблицы. Ага. Вот честно, сколько раз ты думал, какого хера я сюда приехал? Именно так я не думал, я просто думал, почему так случилось, когда именно я пришел. Я уже начал думать, что, может, это из-за меня реально, может, я там что-то не так делаю, так все кардинально поменялось. Но вот именно зачем я пришел, и прям такого рода мысли не было. А у тебя есть объяснение, почему, ну, кроме травм, наверное, у Монако получился такой спад? Ну, продали много очень сильных футболистов. У тебя трансфер в Монако был одним из самых крупных в истории клуба. Ты не чувствовал, не знаю, лишнее давление, что тебя купили за 30 лямов, что ты должен сейчас сразу стать там Месси Азаром? Сейчас, я не знаю, такой рынок, что они могут любого футболиста купить, там, и за 50, и за 60, а он даже и там не играл толком. Хотя для Монако это, получается, третье, да? Третье в истории, да? Третье в истории, но не, я на эту тему как-то особо не думал, просто старался работать там, и как можно быстрее как-то войти в форму после травмы, и принести команде максимальную пользу, и выйти из этого зоны вылета, где мы. Я знаю точно, что у тебя было предложение о Челси, почему ты выбрал Монако? Почему ты решил для себя, что мне нужно сначала адаптироваться в более такой команде, потому что я не знал ни язык, и вообще не был готов ни к этой культуре, ни ко всему этому. Я даже сейчас думаю... Ты про Европу говоришь, да, имеется в виду имена, да? И я даже сейчас понимаю, что, мне кажется, я сделал все правильно, потому что, если бы я перешел в Челси, наверное, было бы гораздо все сложнее. Там не дали бы шанса, мне кажется, на ошибку вообще никакого. Журналист Channel Plus французского говорил, что, когда пришел Анри, Монако потерял полгода, и в том числе ты потерял полгода. Да, я читал так. Да, о чем он говорит, и какая разница между Жордимом и Анри именно в плане использования тебя? Если просто сравнить как тренеров, то, наверное, Анри еще не убил в себе футболиста, можно так сказать. На тренировках, когда что-то не получалось, он много там нервничал, кричал, хотя там не стоило того, потому что, наверное, он был очень сильным футболистом. А такого уровня, как он, ну, наверное, в Монако максимум там Фавалькао, Фабрегас, может быть, да? Прикольно. И он там пытался выйти на тренировку и начать показывать, как нужно делать, там, прям тренироваться, там, кричать все. То есть он прям кипел, да? Да, он прям пихал, кипел. Где там любой другой тренер бы еще не орал, просто сказал бы, ну, давайте там посерьезнее соберитесь, там. А он прям сразу нервничал, пытался выбежать, начать играть с нами, что-то показывать. Там, давайте, отберите мяч, у меня орал. Серьезно? Никто ему с двух не побил? Не, ну, там все так спокойно реагировали, ну, тоже немного были в шоке. Ну, видно было, что он еще как-то не перешел в роль тренера, вот, как будто футболист. После игр там неудачно. Считаю, вот при нем у нас и шла серия прям такая серьезная, что мы все проигрывали вообще, что можно. Ну, бывали моменты, что там обижался где-то, особо не общался с командой. Потом на следующий день теорию там длинную по час-полтора сделать, потом опять, ну, так. Касаемо тебя, какие функции он тебе запрещал делать или наоборот? Ну, касаемо меня, я играл на позициях разных. То справа, то слева, то под нападающим. И особо я так и с ним и не нашел позиции. Ну, да, вернулся с Жордима, ты сразу, по-моему, два воткнул, да? Да, сразу в первых двух игрок, да, два забил. Ну, тут даже делал не в голах. Прессинга никакого не было, душевного такого. Все как-то, ну, расслаблено все стало. Он как-то навел атмосферу в команде как-то так. И даже тренироваться стали с позитивом. Ну, от тренера много зависит. Это вот в этой ситуации я для себя понял это что-то. Блин, офигеть. Потому что в сборной Бельгии на чемпионате мира, да, который проходил у нас, все тащились от Анри. Я читал интервью Лукаку, он как, он мне лучше, чем отец там. Он так мотивирует. Возможно, вот как раз-таки вторым тренером он был реально крутым. А тут нужно быть первым. И как-то вот он понял, что все на нем лежит. Ну, таким вторым веселым тренером, который всегда помогает, ну, тяжело таким же быть. Да, вот, кстати, разница, что все понимали, насколько можешь быть крутым вторым тренером, а первым не потянуть, да. Ну, есть хоть один плюс такой очевидный, который был у Анри? Он очень хотел, как мне показалось, продвинуть молодежь к тренировкам. Сразу пропустил человек 6-7. У него классно было то, что после тренировок мы оставались там, и он упражнения какие-то придумывал интересные. Каждый на свою специализацию. Там защитники передачи делают или там кросс отрабатывают. Нападающие завершения, крайние, допустим, они играют с крайними защитниками один в один обыгрыш. Но он молодым доверял, вот это мне в нем понравилось. Давай подытожим. Смотри, Жордим, Анри, Черчесов и Слуцкий. От худшего к лучшему. Давай расставим. Давай от лучшего к худшему. От лучшего к худшему. Давай. Ну, Черчесов у нас вне конкурса. Черчесов, да, у него этот, неприкосновенность, да. Слуцкий, Жордим, Анри. От лучшего к худшему. То есть Слуцкий, Жордим и Анри. Скажи мне, какая задача сейчас у Монако на концовку сезона? Как можно подальше от зоны вылететь? То есть не вылететь. Недавно был матч со сборной Бельгии. Ты получил красную карточку. Я был на игре, все видел. Хотя на самом деле мне показалось, что в первом моменте, наверное, судья мог тебе не давать. Я смотрел повтор, да. Там мяч сыграл. Самое твое обидное удаление в жизни? Ну, у меня их два всего в жизни было. Как раз вот два в этом году. И то, и то глупое было. Там я просто, ну, можно сказать, не справился с эмоциями и здесь, и здесь. Нас там с Бельгии уже, откровенно говоря, в конце игры уже возили, можно так сказать. Мне показалось минут, наверное, 7-6. Точно мяч не видели. Я вроде уже отдал передачу, он мне ударил как раз. Потом уже больному там голеностопу и как-то вскипел. Ну, это просто моя глупость. Что сказал Черчесов тебе после игры? Так, особо меня ничего такого не говорил. Просто сказал, что нужно уже там, ты уже не маленький ребенок, нужно думать, там, какие-то поступки совершаешь. Ты уже играешь в каком чемпионате и все в таком роде. Как ты думаешь, кто из нашей сборной, так же, как ты, скоро уедет в Европу? Точно знаю, к кому можно уже уехать. Это я назову троих вот Забнин, Ахметов и Чалов. То есть, Эльзат только дебютировал, и мы уже можно уехать, да? Да, ну, я вот потренировался с ним. Когда смотришь там телевизор, тоже наш чемпионат, ЦСКА всегда смотрю прям почти каждую игру. Сижу и не так понятно. Вот когда приешь в сборную, потренируешься, уже даже игру сыграешь, уже, ну, все понятно почти становится. Не зря этот парень был 15-м на моем канале, кого я снял. Ты с Чалом общаешься? Да, очень близко. Да, очень близко. Он очень классный парень и классный форвард. Он собирается в Англию? Открою, да, инсайд? Не знаю. Он собирается в Европу, точно хочет. Да. Хочет он, это точно, но куда? Это потому что еще, мне кажется, что предложения официальных, я даже не знаю, были или не были, поэтому в Европу точно. У меня есть информация, что этой зимой, когда не все получалось в Монако, у тебя было предложение от самого жирного российского клуба, от Зенита. Это правда? Слышал от агента, что интересуется, но предложения вроде как не было. Если бы было официальное предложение, например, 5 лямов евро в год, ты бы поехал? Не, не, не. Ни в коем случае. В любом случае, пока не выгонят, не хочу уходить. А, я понял. То есть пока только Европа, Европа и шанс кусаться. Пока, да, да. Красава! Меня постоянно просят, Сава, ну пропиарь мою детскую футбольную школу. Я очень придирчиво отношусь к таким проектам, ведь зачастую детские коммерческие футбольные школы открывают вообще не футбольные люди с одной лишь целью – заработать лаве. До сегодняшнего дня ни одну футбольную школу на своем канале я не поддерживал. Но сейчас я расскажу вам про Kings, единственную сеть детских футбольных школ, которую открыли и курируют действующие футболисты сборной России. Сейчас мы вместе посмотрим, как у них все устроено. Вначале зацените комфортные условия, которые созданы в детской футбольной школе Kings. Так, а что вы делаете? Собираем форму. Вот так вот. На данный момент в трех детских футбольных школах Kings занимается около тысячи детей. Это очень круто, тем более ребята планируют расширение. Я перечислю вам футбольные моменты, которые меня впечатлили больше всего. Школа создана и программа тренировок разработана профессиональными футболистами. Никакого блочного расписания в Kings очень гибкий график и на тренировку вы можете записаться онлайн. В Kings регулярно проходят открытые занятия со звездами российского футбола. Следующее занятие, кстати, будет в мае и я тоже обязательно туда забегу. Здесь работает собственная кухня с выпечкой. Также есть специальная детская комната, если ты пришел пораньше на тренировку, ну или просто не хочешь уходить домой. Обратите внимание, как работает система выхода с тренировки. По ссылке в описании можно увидеть все подробности. И если вы живете в Москве, подобрать ближайшую к вашему дому школу. Переходим и записываемся на пробные тренировки. Жду ваших впечатлений. Ну и конечно жду на мастер-классе в мае. Там будет много звезд российского футбола. Парни с Санью Головина, знаете? Да. Говорят, в этом дворем вырос, да? Да. Что, как здесь условия в Калтане для футбола? Нормальные или так себе? Нормальные. Нормальные, да? Я видел ваше поле, ага, нормальные. Ну, уже привычно играть. Ты помнишь тот день, когда ты познакомился с Саней? Ну, вначале пришли на тренировку, а потом я уже узнал, что в школе я с ним учусь, как бы, в первом классе. Как часто вы сейчас созваниваетесь? Да почти каждый день. После чемпионата мира, то есть Саня стал суперзвездой, ну, в России пока, да? Ты как лучшего друг хоть раз чувствовал, что Саня вот зазнается или поплыл, или там не взял трубку? Нет. Как обычно был, так и остался обычным человеком. Обычно, когда футболист из маленького, очень маленького города выбирается наверх, куча завистников. Бро, вот ты встречал в Калтане людей, которые говорили... Очень много. Головин, да, это. Очень много, да? Да. Что говорят? Некоторые говорят, что у него ничего не получится, что он плохо играет, там. Я все равно на это внимание не обращаю. Пускай у каждого человека свое мнение. Главное, что Саня идет вперед и всегда побеждает, и каждый в нем все лучше и лучше играет. Представь на мгновение, что Саня не смог выбиться из Калтана наверх. Он бы так же, как и ты, работал на шахте? Ну, работать на шахте – это не приговор, конечно. Калтан – суровый город. У вас были когда-нибудь пиздецки со старшиками? Да, конечно, всегда в школе. Да, даже в футболе у нас. Когда, допустим, парни старше нас, они что-то пытались там на нас надрогать, но мы все равно сопротивлялись. Что, как голова в бой, нормально? Ну, да. Красава! Красава! Самый жесткий пихач на футбольном поле, который ты слышал. Кто это был? Игнаш, Вася. Ну, мне один раз как-то Вася пихал жестко. Когда вот я только приехал первый раз на сбор, я помню. Мы играли на плюс-минус. Вот пусть потом посмотрят на это все. Ну, Вася смотрит, брат. Я это хотел рассказать. Все, хотел потом было жить. Играем на плюс-минус. Я привожу два гола, сразу 0-2 проигрываю. Ну, маленький футбол, 5-5 что ли. Он там орет на меня, орет. Вот это вот прям первые тренировки мои были. Ну, я там волновался, терял, не знал, что делать. Пошел обыгрывать раз, два. И получается, ну, из-за меня, можно сказать, три гола. А он потом после тренировки подходит, говорит, типа, а что, может, тебе не надо футбол играть? Говорит, поменяешь вид спорта. Серьезно? Вася, ну ты вообще хамлот. Я уж подумал, может, правда поменять. Потом, вроде, нет. Вроде все правильно надо делать. Короче, раньше Вася орал, а сейчас автограф уберет. Правильно? У меня есть вообще чумовой инсайт от Лени Слуцкого. Он понимал, что у тебя, что ты мало общаешься в команде, да, в ЦСКА. И он специально провоцировал такие ситуации, когда ребята после тренировок, тот же Вася Березуцкий, они оставались с тобой или приходили в тренажерку и с тобой разговаривали, разговаривали, чтобы ты стал более коммуникабельным. Это правда? Я считаю, был один, нас двое было, или трое молодых там в команде. Я как-то особо никого не знал, тем более там для меня это были такие большие звезды, там в основном в тот момент, когда я пришел, тот же Тошич, там все-все-все-все. Потом уже постепенно, через какое-то время, когда начал играть, уже почувствовал уверенность немного. Знаешь, в каком порядке Леня Слуцкий, что он понял, что тебе нужна большая коммуникация, чтобы в том числе и сейчас тебе было легче. Можно сказать, что Слуцкий лучший тренер в твоей жизни? Да, можно. Я не могу сказать того же самого, Леонид Викторович, я просто вам передам привет. Знаменитое казино. Скажи честно, сколько раз ты играл в казино здесь? Ну, по контракту нельзя. А, по контракту нельзя? Конечно, по контракту прописано, нельзя играть. Серьезно? А камеры там сразу, конечно. То есть футболистам Монако нельзя играть в казино, да? А что еще нельзя? Вот такой, да, инсайд. Нельзя кататься на джетске, ну, понял, на воде, на ступере. Ага. Ну, я чуть покатался, но там так, сзади посидел. Самому нельзя. Ну, и, как обычно, там всякие сноуборды. Ну, понятно, сноуборд, мотоцикл, еще прочее. Как часто тебя узнают? Здесь так, не особо узнают. Монако особо не... Мне тоже оттаживают, как в России. После Чемпионата мира ты попал в тройку самых популярных футболистов в плане поисковика в интернете. Как ты думаешь, кто остальные двое? Либо Кенфеев-Дзюба, либо Чершир-Дзюба. Бля, Кенфеев-Дзюба. Ты почувствовал, что после Чемпионата мира ты в России стал прям супер-мега-звездой? Для меня ничего не поменялось. Как играю, так и играю в футбол. Тут ничего такого нет. Понятно, что хорошо там выступили. Могли лучше даже. Мне кажется, что связаны были лучше. Как минимум, хорватов точно приходить. Федя Чалов рассказывал, что ты говорил о супер-адаптации здесь. Языковой барьер, менталитет другой. Здесь особо нет такого, как в России, что дружат между собой прям футболисты. Есть реально друзья. Реально после тренировки пойти в кино, пойти там покушать. Тут такого нет вообще. Да, вообще. Просто тренировка закончилась, там все, я всем пока, даже пока с Катином. С тем же онкарабаем общались сегодня. Говорит, у него то же самое. В Голландии то же самое. То есть в России такой самый сплоченный народ. Даже мне казалось, что это не так, когда я пришел из Сибири, там с детской команды, там вообще прям друзья-друзья все. Здесь вообще, то есть, можно даже на улице, мне кажется, иногда увидеться и это не узнать. Мы сегодня весь день с тобой ходим. Там яхты слева, тачки справа, Валентина, Эрмес и прочее-прочее. Казино прошли. Про, здесь дико дорого. Дорого. Самая твоя дорогая покупка, которую ты себе здесь позволил? Ну, я себе купил такую машину и все. Ну, не здесь, в Германии. Здесь машину тоже не купить. Здесь такие они стоят, электрины по Феррари, там, Ламбаджини, все такое. Ну, за одеждой он сходил и все. Можно снять вот этого чудака, короче, украинец ездит, смотри. Там нет двигателя, он педали крутит, сидит. Это украинец? Откуда знаешь, что украинец? Ты его знаешь? Точно, мне уже сказали, что это. Ребят, смотрите внимательно. У него две машины. Красная, одна желтая. Педали сидит. Его можно не заметить, и за ним вся пробка вот так едет в гору. Эпа! Это вот Джеймерсон в защите. Он Руссо варил. Он Руссо? Да. Руссо заполонили Монако сейчас. Когда ты смотришь на эту красоту, на море, яхты, на все остальное, ты часто вспоминаешь Колта? Нет. Я всегда, если честно вспоминаю, в любое время, вот в отпуск, всегда хочу вернуться домой, только там, никуда не идти в Дубай, там, никогда не интересно было. Мне больше как-то хочется, ну, там, к семье, к родным, там, друзей много, в тот же вовпус. Люблю вот даже в Валтай ездить. Каждое лето в Валтай, я думаю, последние, наверное, лет шесть. Зимой вот на сноуборде, там, на лыжах катаюсь, съезжу. Тоже недалеко от Алтая, там, у нас. Так что в Колтан, всегда, каждое, каждая только есть, там, неделя, не знаю, две, все, и туда сразу еду. Скажи один момент, чем Колтан круче Монако? Люди добрее. Люди добрее, да? Головина застали? Борис, что ли? Который просрал. Кого просрал? Колтанские болельщики самые суровые в мире. Если ты играешь в Монако, ты просрал карьеру. Здрасте, Женя. Очень приятно. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Очень приятно. Вам привет от Саши большой. Проходите. Вот это его еще детские все еда. Вот это еда. Все клубки. Он же по Кузбассу, по Сибири тут были. Я знаю, что вы ездили в Монако. В октябре, да. Да, как вам понравилось? У нас как раз была осень золотая. От этой красоты приехала. Ну, у них там своя красота. Поэтому я не считаю, что у нас плохо. Назовите хотя бы один пункт, чем Колтан лучше Монако. Здесь четыре времени года. Весна, осень, зима, лето. Здесь у нас рядом лес, тайга, горный Алтай. Да вот я говорю, мы живем в самом лучшем месте страны, наверное. Мы к природе приближены, на земле живем. Вы не ездили, не поехали, да, в Монако? Нет, нет. У него как раз рыбалка была. Принципиально. У Лохариуса ездил. Ну, я в горный Алтай уезжал. Есть хоть один шанс, что когда-нибудь, не важно, где бы Саша играл, что вы уедете? Вы любите рыбалку? Я знаю, что Саша любит рыбалку. Он кто лучший рыбак? Вы или он? Да папа, конечно. Какой Саша рыбак-то? У Саши у него только ноги рабочие. Даже рисовать в школе, я ему рисунки рисовала. Я ему нарисую, чтобы двойка уже не выходила. Ну, конечно, я когда приехала туда, приземлилась, у меня прямо аж вот комок в горло. Думаю, господи, куда наши дети попали? Вообще чужая страна, чужие люди. Здесь вокруг тебя ходят. Я потом вернулась в Москву через 10 дней. Для меня Москва прям была родной такой. Кругом вывески по-русски, люди по-русски говорят. Прямо целовать всех охотно. А насколько я знаю, у Саши было несколько вариантов. Это Манчестер Юнайтед, Ювентус, Монако и Челси. Два дня до отъезда в Монако он не знал, где он окажется. Уже вот я говорю, что мы перестали общаться вообще с прессой. Вот вас, он просто нас заставил с вами пообщаться. Вот так вот. Был хоть раз момент, когда могло случиться так, что Саша мог бы закончить с футболом? В детстве у него была куча болячек, и запрещали ему играть врачи. То у него с желудком, поджелудочная, это болезнь взрослого человека. Вообще там воспаление. Отец его на руках выносил, увозили в больницу. Кстати, Саша, какое любит блюдо больше всего? Чего ему не хватает во Франции? Да он вообще перестал нормально питаться. Любит он шашлыки. Когда у него были проблемы с желудком, ему запретили там, жареное все на пару. А он шашлык, вот таблеток ему надоем, шашлык он не мог себе отказать. И сердцем категорически было запрещено физические нагрузки. Диета, он год на диете сидел. От конфет, от сладости, он отказался. Он говорит, мама, я умру, но я футбол не брошу. Вот у нас из окна футбольное поле. У него утром проснулся и на стадион. Мы не переживали, что он может куда-то у нас уйти, где-то он чем-то занимается. У него была одна дорога вот в окно. Смотрим, пошлепал на стадион с мячом. И сейчас приезжает, у него первым делом день отдохнул, на второй день он уже идет тренировать. Вот. А, да-да-да, вижу-вижу-вижу. Так это прям стадион, да, точно. Да, вон он, стадион. Вы самые близкие люди для Саши. Вы можете объяснить, почему Александр Головин из Колтана смог подняться на саму леру? Фанат футбола, трудолюбие. Ну, и еще везение тренер. Вот отец его возил в 11 лет на просмотр Спартака. Да, я хотел спросить. Демография есть, все. Это вот в Москве на просмотре. Вот же среди кубков. Да, это там Спартаке. Я вообще в ужасе была, думаю, господи, у нас столько лет детей не было. Думаю, 13 лет. И я ждала этого ребенка и в 11 лет чтобы он куда-то уедет. Его там приняли все в штыки. А почему? Да, вот ты приехал с деревни до ТРО. Ты гопник? Он еще, мама, что такое гопник? Они там вот всякое вот. Не отказались они. Сказали, что вот надо лучше бы посмотреть, приехать. Но он приехал в 11 лет оттуда, такой весь от этой Москвы испуганный. Я говорю, нет, никакой Москвы. Он потом уже, когда поехал, говорит, какое счастье, что вы меня не отдали в 11 лет. Сейчас гопник в Монако, а те ребята, которые так говорили, они где-то, наверное, смотрят телевизор. Вы помните тот день, когда вы первый раз повели Сашу на тренировку? Во дворе занимались, они здесь, а потом я Саша это плясунул, Саня говорю, возьмешь, привел его. Он говорит, надо шести убирать, не с пяти. И вроде так его оставили, недельку походил, посмотрел. Мне, говорит, мяч не дает игру. Погоди, с недельку вторую, потом дадут мяч. Ну и так все, и поехал. Я знаю, что Саша в детстве был не очень мощный физически. Когда он поднабрал? Вот именно... В Ленинске. В Ленинске, да? Потому что режим тренировки, а вот оно и давало все. У вас есть понимание, если бы Саша вдруг, допустим, не заиграл и не уехал, чем бы он сейчас занимался? Собода для него, это было самое главное. Про ЦСКА-то мы вообще не думали. Это дело случая. Это они играли в ЗА-зону Сибири, в Крымске, и там Хомуха ему вручал этот кубок, сказал, ты пацан через Урал перебирайся, здесь ничего не светит. Тяжело удавалось на семейном совете решение переезжать в Москву? Очень тяжело. Такая тревога в него вселилась, и я очень переживала, я пять лет жизни, наверное, потеряла, пока он там осваивался. Ну, там все нормально. На что вы потратили первые деньги, когда вам Саша их подарил, дал? Ну, первую он купил от папе машину. Это уже у нас папа, он рыбак, охотник, ему надо такую, чтобы она проехала по грязи, чтобы по всяким этим алтайским. А потом он купил дачу нам на берегу. Здесь? Да, здесь это отец, он вообще, вот у нас счастлив. Даже сейчас рыбак, улыбка. У него там на берегу речки прям выходишь, купайся, рыбачь. Теперь я точно понял, что в Монако вы никогда не переедете. Спасибо, спасибо, очень приятно познакомиться. Спасибо. Не напои, не накормить, как вам здоровья. Спасибо, все. Не жаляйте с Богом. Давайте, сильно не переживайте, все будет хорошо. Все, пока, до свидания, пока, пока. Друзья, если честно, правда, как будто дома побывал. Очень позитивные, классные родители. Да, Сашуля, знаю, что за тебя очень сильно дома переживают, когда ты играешь в футбол. А когда не играешь, переживают еще больше. Самые плохие условия, в которых ты играл в детстве в Калтане, что тебе первое приходит на ум? Вспоминаю, такой город был Гурьевск. Не в футбол играли, на турнир ездили все время. Там иногда вообще дверей не было, там спали там на таких, без матрасов, на деревьях. Это летом было или зимой? Зимой, зимой. Там как общежитие, и там в твоей комнате, там человек шесть, там нет двери в этой комнате. Ты просто захочешь сюда, как в пещеру, ложишься спать, и все, просыпаешься, ну, если все на месте, нормально. Бывало такое, что там что-то судья как-то начудил, он тоже там спал, приехали родители пьяные, и топором дверь выломали судья. Прямо на наших глазах все это видел. Прямо с топором приехал пьяный, там отец какого-то ребенка, он там пожаловался, недоволен, потому что судили его, и приехали топором дверь выломали прямо на глазах. Чего тебе больше всего не хватает в Европе? Слуцкий и Зинченко, все в один голос говорят, что баню. Это правда тоже. Это правда, да? Это правда. Здесь нету, так это сауна, она прям здесь не жаркая, сухая какая-то, ну реально в ней нет такого кайфа, как в бане. Потому что в бане я реально очень люблю, в Сибири я прям очень часто посещаю. В Сибири не выжить без бани. Я когда играл в Томске, последний тур был с Краснодаром, и запасные сидели в раздевалке, не на скамейке, потому что холодно было, и мы сидели в бане. Прикинь, то есть я тебе клянусь, то есть я на замену выходил из бани. Ты готовишь дома или кушаешь где-то в ресторане? Ну я жил с девушкой, на базе кушаю очень часто, ну и вечером иногда там куда-то выйти, покушать. Девушка русская? Да, в Сибири. Она в Калтане была когда-нибудь? Да. А, серьезно, да? Да, она недалеко оттуда живет. О, круто. Я слышал, что футболисты Монако, когда ты с ними разговариваешь на английском, они могут принципиально игнорировать. Только на французском они говорят, да? В Монако нет такого, но во Франции такое есть, что принципиально, ну они знают английский, но он может прикинуться и типа не знать его и начать игнорировать себя. Футболисты в Монако так не делают. Hello, bonjour. Вы сейчас можете проиграть? А, да? Класс. Ты учишь французский, да? Да. У тебя уже было больше, не знаю, сколько, 25 уроков, по-моему, да? Ты можешь вот сейчас на фоне яхт сказать всем привет, это красава, самый честный блог о футболе на ютубе? Bonjour, tu, c'est красава, c'est bien blogger. Погнали! Лео Суцкий сказал, что у тебя потолок, это небо. Ну, то есть, что у тебя вообще нет потолка. О чем ты мечтаешь? Можно сказать, о чем я мечтал, вот уже сбылось, поиграть в Европе. Сейчас я играю, но, естественно, я не хочу на этом останавливаться и хочется идти все дальше и дальше, сколько смогу. Все прекрасно понимают, что Монако, как бы это ни звучало, для тебя трамплин. Может быть, мне здесь понравится и на всю жизнь захочу остаться. Хорошо, представим, что тебе здесь не понравится, надоели яхты, все надоело. Назови клуб, в котором ты бы мечтал играть, в который ты бы хотел перейти. Если брать там тоже АПЛ Италия, вот мне вообще никак не нравится. Никак, да? Не знаю, вообще не нравится. Если брать АПЛ, то, не знаю, нравится как ты, наверное, Арсенал. Арсенал, да? Да. Просто тапки я сразу скою. Может быть, кого-то зарядить, чтобы на яхте забивал. Ты приехал в Монако, получил травму голеностопа и вся пресса пестрила твоей фотографии в ночном клубе, где, по-моему, Кокорин с Мамаевым был, да? Да, в Твиге, да, в этом клубе. Давай, чтобы подытожить, ты был там или нет? Нет. То есть на чесноку? Да, конечно, нет. Но история была такая, что я вот просыпаюсь утром, у меня гипс, я с костылями, вот я стою, у меня много пропущенных, я говорю, давай всем звонить, мне родители звонят. Родители уже поверили этому всему, мне звонят, давай на меня тоже там пихать себе. Чем, да, ты что делаешь? Я говорю, да это не я. Они говорят, как не ты, видео, а там реально прям я, я уже видео включаю, я не понимаю, а как это возможно? То есть прям похожий швак, да? Вот один в один похож. В итоге потом нашли это видео, замедлили его, улучшили качество и там увидели, что это не я был. Потом там инстаграм какой-то с большим количеством подписчиков тоже уже извинялся, которые вы уже уже все. А руководство клуба что сказало? Они тоже позвонили, они сказали, мы не верим, это бред сразу, сейчас вы посмотрите, как живут звезды европейского футбола, ты будешь первый из всех моих выпусков, ну в плане ребят из Европы, кому я попаду на хату. Сколько комнат? Три. Тут еще мало того, что тут исключение, потому что на ИЦ, чтобы подняться, надо ключ ставить. Клуб снимает ли ты? Нет. То есть за свое лаве, да? А в Москве в ЦСКА тебе снимали? Когда у тебя зарплата еще маленькая, тебе снимают. Потом, когда ты уже становишься плюс-минус, получаешь среднюю, потом уже сам снимаешь. Давай сразу выглянем секрет, что ты живешь возле стадиона. Да. Смотри, как все прибрались, подготовились к тебе. Да? Как будто ты вообще никто не жил. Слушай, ну клево. Так, это комната. Это зал, да? Да. Спальная комната такая. Это ты так выкладываешь аккуратнее? Нет, конечно, да. Вот здесь у тебя бесцовные ночи после матча. Да, здесь. В общем, так. так, 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 ну нормально ты здесь упаковывался. Холодец, смотри. Это кто делал? Девушка. Молока, видишь, молока, кола даже есть. Кола, железобра. Чуть-чуть можно, по север. Вот самая интересная на улице будет. Давай. Пухня специальная, такая узенькая, да, чтобы не наедать себе пятую точку. Теннисный стол. Ема! А если шарик улетел? Я на нем не играю, там в основном кто ставит столы, он тут и был, он что-то у меня. Ставят вот такие типа штуки, они накрываются себе. А, я понял. Здесь поужинать, посидеть можно, полежать. Блин, кайф. Всем привет, это красава, и я в Монако. Вот мне тут надо было под водку. Какой кайф. Не, ну скажи, почти как в Колтане. Почти, да. Как ты думаешь, хоть один человек из Колтана был в Монако? Мне кажется, нет. Не знаю точно. А вот собственно мое логово. Кстати, бро, забыл спросить, сколько в хату такую снять стоит денег? Не знаю. Ну как, не знаю, ты сам платишь. Секрет, да? Конечно. Больше пяти тысяч. Не помню даже точно. Сейчас вырубаешь Медведева председанта Зенита, который ни одну, ни одну цифру не назвал. Вот здесь ты рубишься в компьютерные игры, да, бро? Да, да. Короче, кто не знает, у Сани есть дикое хобби. Он просто обожает компьютерные игры. Во что ты играешь больше всего? Во все почти могу играть. Играю в Counter-Strike больше всего, наверное, на данный момент. Если так бывает в жизни, наиграл больше всего в доту, наверное. В доту, да? В часам 3, получается, наиграл тысячи в доту, потом в Counter-Strike наверное 1300 где-то там. Ага. Ну это за все время. В Counter-Strike я играю где-то 2 года вообще, в общем. В доту с 6 класса играл. Кто из футболистов еще рубится? Я знаю, что Федя Смола в порядке в контру. Да, я с ним играл. И человек только в чипоку? Похожим. Но смотря на каком уровне там говорить в порядке. Мы там на своем играем, но это не прям высокий какой-то уровень. Саня будет спарринг с одним из очень крутых легендарных игроков. Его зовут Соло. Ты его знаешь, да? Наверное, да. Смотрел видео, драйвовался, так сказать. Саня сегодня зарубится и посмотрим, что из этого получится. Я все равно ничего не понимаю. Буду просто как зритель. Это правда, что ты говорил, если бы я не стал футболистом, я бы стал киберспортсменом? Я бы хотел им стать. Ну, а там пока пошло. Все думают, что киберспорт это когда какие-то прыщавые парни рубятся, наедают себе жопу. Или это все херня? Херня, конечно. Люди реально тратят больше времени на подготовку там к матчам. Тренируются они больше, они тренируются больше, чем футболисты. Вот, Counter-Strike игроки. И я реально это вижу. Я смотрю, они играют по 18 часов в день. Тренировка, что из чего она состоит? Что ты делаешь? Там есть тактика, есть позиции. Ты тренируешь позиции, там есть оборона, есть атака. Ты атакуешь 5 на 5, играешь в Counter-Strike. Где-то нужно атаковать, потом за одну сторону, за другой обороняться. Тебе нужно все тренировать, каждую позицию, гранат тренировать, все тренировать. Это реально сложно. Гранаты, это не право сейчас. Это его гранат. Братва, здорово! Короче, мы готовы рубиться против соло. Устроим супер-кибер-баттл футболиста и киберспортсмена. Вот киберспорт для футболистов, когда ты не спишься, ночь там рубишься, это вредно или норм? В смысле, если ты футболист и всю ночь рубишься в комп, вредно, конечно. Такие не рублюсь ночью, я всегда ложусь там в 12 стараюсь. Это, конечно, плохо. Нельзя играть так много. Я играю, грубо говоря, там могу днем поиграть, куда-то сходить, вечером поиграть там и спать всегда вовремя. Спать это почти самое важное, что может быть. Да. Последний матч у меня поражение было. А объясни, это что такое? Это типа герои, ты выбираешь героя, да? Да, вот все герои. Ты выбираешь все герои и начинаешь его прокачивать. Ну, то есть у тебя там своя база, вы появляетесь, тут 5, тут 5. И вы начинаете максимально, кто может быстрее прокачаться, там убивать всякие там создания, получать за это деньги, покупать вещи какие-то крутые, чтобы быть сильнее, чем твой противник. И твоя задача сломать его, трон защищает свой, и у него такая же и все. И там тоже много всяких разных тактик, всего такого. То есть игра не из легких. Пить перчатки себе в КС за 117 тысяч рублей. Это контр-страйк? Да, просто вот перчатки типа. Ты тратишь ловы на такую фигню? Ну, иногда, да. 117 тысяч ножек купить себе. Ну, честно, как покупал? Ну, что-нибудь ты покупал. За 117 тысяч рублей? За 117, но хочется иногда, знаешь, скинчик как-нибудь купить. А получается, Федя Смолов, у него после Лопаревой самые дорогие траты это контр-страйк, да? Наверное. Не, кстати, он без скин, он особо не покупает скин, я смотрел, я играл с ним. Да? Да. Алексей Березин соло, он же соло. В Черноморце играл, говорит, в Новороссийск. Кто, Леха? Да ладно, футбол играл? Да. Слушай, это у вас крутяк, банда. А как будем играть у тебя? Ты будешь на Мэнни аккаунте или на Фэйке? Ну, типа на Мэнни у меня такое себе звание, я давно не играл там. Я даже не знаю, где уже тут смотреть. Раньше рейтинг, рейтинг, одиночный, групповой. Я сейчас единственный, единственный в этой комнате, кто не понимает, что происходит. Рейтинги, групповое. Не прикиньте, вообще сотни миллионов людей в это рубятся. Сотни миллионов же, да? Сань, как ты думаешь? Сколько киберспортсменов? Может, даже больше, чем ты сказал. Моя грибов. Почему командир грибов? Да не знаю, ну это я Манеке придумал. Нет объяснения. Брат под грибами, честно? Нет. Так, вы будете играть за одну команду, да? Да, да. Ну, как, Стив? Мне добавить тебя или как? Алекс Соло Березин играет вместе с Алексом Головиным в связке. Я тебя почти не слушаю в наушниках. Хорошие наушники, это когда ты не слышишь, что вокруг. Вообще, да? Да. Теперь вы видите, что делает на досуге Александр Головин, рубится в доту, в Counter-Strike, во всем на свете. Но обязательно говорит, что спать надо вовремя. Так что, молодые футболисты, не путайте. А ты еще в Virtus.pro также играешь? Ну, у меня 3К часов в стиме, но я не играл давно. 1341 час в Counter-Strike, 316 в доте и в PUBG 763 часа. Ну, в доте, понятно, я прям почти все детство играл, прям с шестого класса играл. Слушай, а если бы в Counter-Strike зарубиться, с кем бы ты хотел? Ну, с Симплом, наверное. Симпл. Симпл, да? Александр тоже. Тезка. Саша, привет. Я сейчас в Китае на турнире, но с удовольствием разобудь я, когда вернусь. Можешь пока тренироваться. Все, погнали. Александр Головин, игрок сборной России, самый дорогой по-российски футболист на данный момент вместе с Алексеем Соло Березиным, легендарным капитаном Virtus.pro рубится в доту. Ё-моё, да и тут руны даже теперь по-другому. Да я понял, понял. Не, просто она в другой позиции. Смотри, 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 что началось. Я забрал. Или нет? Ну, я спамил. Упорно. Типа сейчас нет разницы, да, кто руну берет? Или есть? А что теперь с фейсами? Как они собираются? Ё-моё. Ребят, что происходит, а? Объясните мне. Крипы фармятся. Кто-нибудь. Какие крипы? Кто фармится? Что за месиво вообще? А что, через ПТ или ФСР пойти, думаешь, лучше? А то потом меня тролли сбивать будет ногами. Ага, ага, да, понял, понял. Ну, я блинк есть, я выживу. Всё, заггер есть. Что мне? Короче, надо блюр, да, на раз взять. А вот эта штука для дизоля за 300 рублей. Ага, что-то у меня основное такое. Тролль сейчас очень сильный, да. Так, опять, да, жду Чижиков, ты заполил. Вот пока на линии стоим, потянем. Что, мы думаешь, с ними ничего не прикурим? Мне кажется, мы дракона можем вообще по кулдауну насиливать. Что, следующим дизоль делать или, думаешь, Владимир? А в Райсбент второй брать? Да, да, я понял. Плохо сейчас. Антимага плохой. У них тролль хороший. Ну смотри на антимага, ну что это, он блинковаться даже не может. Так, нам чудак пушит, короче, тут вышку. Убили? Да. Как, завалили прямо вас? Да. Что, все, что ли? Нет, еще не все, мы еще держимся, мы еще будем. Нет, я не знаю, почему. Короче, я смотрю, он такого чудака бьет, а меня сплошом прям долбит сильно. Я бы еще крестовал почаще. Что, думаешь, все-таки сатаник можно брать? А лайфстил там такой же при нажатии, да, 200%. Дай ему гриб, дай гриб. Что происходит? Какой гриб? С одной стороны, круто, что в это миллионы людей играли. Подеремся. А с кем подеремся? Вот этот молодой человек, он что-то... Сейчас, сейчас, Бадона, Бадона. Саня уже сидит, часа полтора играет или сколько, там я все жду, я жду, когда он уже проиграет, чтобы все зафиналить. Теперь я понимаю, что такое 3000 часов, потому что... Они там разговаривают между собой, вообще непонятно, чего они там говорят. Ё-моё, интересно, девчонки, как вы теперь? Ну, теперь я верю, что это прикольно и что в это можно рубиться сутки напролет. Ё-о-о, Ё-о-о, так это мега-крепыш, что ли? А куда вот этот брат полетел? А, у меня курьеры Bounty Hunters с этого. Ну, базара нет. Со стороны точно смешно выглядит. О, девчонки, девчонки, кого он мега-крепыш, базара нет. А что началось-то? Мы что, помираем? Да ладно? Что же это нормально было? Это киберспорт, детка. А сзади, сзади еще один. КХ сзади. Победа! Победа? Да, выиграли. Смотри. Серьезно? Да, пятюлю. Вау, ребята, с победой. Круто. Это жесткий камбэк. Это жесткий камбэк. Сейчас все, ага. Блин, крутяк, а ты говорил, давно не играл. Молодец. Нет, но поначалу был полный... Лех, сейчас позвоним тебе. Лех, ну что, скажи мне, как Саня, в порядке или нет? Саня вообще бодро. Нет, ну серьезно. Серьезно, я тебя беру перспективно. Если в футболе не придет, Сань, буду рад тебя видеть. Короче, скажи мне, а ты как Кэп готов его взять на какой-нибудь турнир? Вообще буду рад видеть Сашу на этой центре. Будет крупный турнир у нас в Москве. Мейджор. Как гость, буду очень рад, если он посетит этот турнир. А хотя бы товарняк он может там сгонять? Я понимаю, что там будут монстры играть, но хотя бы товарняк с кем-нибудь. Да сделаем. В любой момент сделаем. Спасибо за игру, давай, мы тебя обнимаем. Давай, Леха, спасибо. Удачи вам. Да, Сань, рад был. Познакомиться с проектом. Да, я тоже, давай, давай. Во, у вас прет жара вообще. Ё-моё, я ошибаюсь. Пропотел? Да, шерпюсь, поднесся, да. Вот так вот, а вы говорите киберспорт, не спорт, а там вон пульс у футболистов поднимается. По традиции, если ты смотрел мой канал, мы разыграем футболку всегда. Футболку твою, ты мне потом распишешься на ней. Давай, надо какой-то вопрос задать парням, которые нас смотрят. Саня общается с президентом клуба. Ты на ехте у него был? Нет. Не был, да? Нет. И он ему дал один крутой инсайт, который, к сожалению, мы вам не можем сказать. Но это не тактично. Кто из вас угадает, первый в комментариях. Саня будет смотреть комментарии. Тот получит вот эту вот футболку. Помните, что она собрана из трех футболистов, потому что все футболки и головина раскупают. С автографом Саня. Давайте, ждем, ждем ответ в комментариях. Нас очень много смотрят пацанов, которые любят футбол, которые играют в футбол и которые тоже там выросли, ну, в кавычках, в колтанах, да, которых по стране очень много. Ну, там, маленьких городков, да. Дай им маленькое напутствие и маленький совет, как дорасти до вот такой красоты, в которой ты сейчас находишься под названием европейский футбол. Это просто любить футбол. Главное, чтобы была любовь к футболу, чтобы ты никогда не чувствовал, что тебе там что-то надоело или тебе не хочется, там, ну, чтобы этого никогда не было, нужно любить футбол и всего себя отдавать ему. Никогда не обманывать, не пытаться там что-то как-то где-то и я думаю, это самое важное. Все, братва, любим, отдаемся и переезжаем вот сюда в хату, которая не знаю, сколько стоит аренда в месяц, потому что Саня не сказал, с видом на эти яхты. Спасибо тебе огромное. Я знал, что ты крутой, но не знал, что настолько. Больше бьешь, больше забиваешь, тапки заряжены. С Луцкому привет. А какой этаж нажать? Нулевой сейчас. То есть нулевой, можно было не спрашиваться. Нулевой блогер едет на нулевой этаж. Все, красава. Все, братух, все, пока-пока. Если вам понравилось это видео про Сашу Головина, который рубится в Монако, рубится в Доту, да и вообще один из лучших футболистов в истории российского футбола, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить самый новый выпуск. Также подписывайтесь на мой твиттер, группу ВКонтакте и Инстуху. Это красава, самый честный блог о русском футболе. Всем пока. Красава!